Здравствуйте, меня зовут Светлана Налетова, вы на канале Сад без секретов. Сегодня садовод из Челябинска Светлана Иосифовна Мартынова расскажет вам о таком опасном заболевании, как манилиоз. Как правило, он поражает косточковой культурой. И если садовод невнимательно относится к своим растениям, если он, так сказать, прокараулил появление самых первых признаков заболевания, он рискует полностью потерять свою вишню, абрикос или какие-то декоративные растения. Внимательно посмотрите это небольшое видео для того, чтобы вы вовремя нанесли удар по возбудителям заболевания и спасли ваши культуры. Очень много вопросов, очень много волнений в этом году у наших садоводов. Если раньше манилиальный ожог в наших садах был большой редкостью, то в этом году манилиальный ожог присутствует практически на каждом участке. Не каждый знает, как его определить и где найти. Слава Богу, у меня манилиальный ожог посетил только декоративное растение. Это луизиания или сливотрелоба. Как выглядит манилиальный ожог? Вот посмотрите, я вам наклоню ветку. Вот целая хорошая ветка. Все. Вот здесь начало ветки. Абсолютно зеленые листья, а молодой побег кончик. Посмотрите, как будто бы ошпарили. Почему и говорят ожог. Манилиальный ожог. Вот так он выглядит. Вот одна ветка поражена. Вот поражена вторая ветка. Вот видите, основание ветки на старой древесине. Все в порядке. На молодых вот такая вот беда. Что нужно делать? Ну первое. Вот это все нужно обрезать до здоровой древесины. И не надо жалеть. Вот у меня здесь конец ветки. Я отрезаю от основания. То есть с запасом вот такой кусок. Вот здесь, посмотрите, одна веточка пока поражена. Так это мы только видим. Поэтому я отрезаю с запасом. Лучше больше, чем меньше. Все. И вот это вот из-за одной вот такой веточки пойдет в костер. Никаких. Вот смотрите, вот еще поражение начинающееся. Еще только-только-только стало подвидать. А через 2-3 дня будет вот такая вот ветка. Абсолютно засохшая. Как заражаются манилиозом наши косточковые культуры? Через цветы. То есть в момент цветения споры гриба летят, оседают на пестик. И через пестик попадают уже в древесину. Если вот это декоративное растение, как у меня, то я могу прямо сегодня применить вот такие достаточно жесткие препараты. Бордозскую жидкость. Однопроцентную. Трехпроцентную нельзя. Листья с полем. Это препарат Абигапик. Он очень удобен. Вот Абигапик. Ну или вот такой препарат Топаз. Что делать с нашими косточковыми культурами, которые мы будем употреблять в пищу? Оставить обработки и применять их только после сбора плодов. Обязательно после сбора плодов вы обрабатываете любым из этих препаратов ваше растение. А весной начинаете профилактику. Первое, что вы сделаете на том растении, которое подверглось у вас вот такому заражению, весной вы должны при положительных температурах обработать хорусом. Подойдет хорус, подойдет бордозская жидкость. То есть вы будете убивать споры, которые находятся на древесине. Чтобы они во время цветения не разлетелись по вашим цветочкам и не заразили остальную часть дерева. Поэтому обработки должны быть неоднократные. В интернете я прочитала, обработать сливу Топазом. Я извиняюсь, но кто хочет обрабатывать жесткой химией свои сливы и потом кормить себя и своих детей и внуков на здоровье. Но это жесткая химия, которой пользоваться по плодам нельзя. А в садах уже везде есть плоды. Некоторые уже практически налились до полного. Вот абрикосы почти налились уже до полного размера. Если кому-то не терпится или кто-то очень боится, я сама из этой категории, я люблю лучше перья, но в разумных пределах, чем бросить растение и не лечить. Вот гомоир сдерживает манилиоз. Он не может полностью как бы вылечить это растение. Но кому не терпится, вот допустим слива у нас в августе будет еще только. Есть еще время. И пока мы ждем, когда соберем плоды и обработаем жесткой химией, извините, может уже все дерево погибнуть. Вот в этом случае, если вы боитесь или вы видите, что обширное поражение, применяйте гомоир. Это биопрепарат. Он не нанесет ущерба вам, но он нанесет какой-то хороший урон грибам, которые заражают наши растения и приостановит их развитие. А вот я так думаю, что мы сегодня с вами поговорили о том, что можно, что нельзя. И я так думаю, что уже пора запасаться химикатами на осень. Для того, чтобы как столько соберете плоды, сразу начали обработку. Иначе можем потерять все косточковые культуры. Луизиания может заразить сливу, может заразить абрикос. То есть нет такого определенного. Вот если, допустим, у нас парша яблони никогда не перейдет на паршу груши, то манилиозу все равно. Ли это у вас декоративная слива, или это у вас культурная слива, ему манилиозу все равно. Поэтому будьте внимательны, пройдите, пожалуйста, по своим садам, посмотрите. Потому что вот даже если глянуть, вот здесь все целое, ничего нет. А вот с одной стороны, с одной стороны, видите, вот началось усыхание веток. Вот это и есть манилиальный ожог, с которым я сегодня же буду бороться абигопиком. Почему абигопиком? Потому что с той стороны луизиани у меня растет чеснок. И, конечно, топаз применять я не могу. И даже чеснок перед тем, как я буду обрабатывать луизианию, я накрою временно пленкой, чтобы вот эта химия не попала на мое культурное съедобное растение. Я думаю, мои советы вам пригодятся, и вы будете внимательны в своем саду. Специалисты напоминают садоводам, что такое мероприятие, как мониторинг, проверка растений в саду, должно стать традиционным и регулярным для того, чтобы вы вовремя обнаружили, скажем, вредителей или первые признаки проявления заболеваний. Я надеюсь, что эти советы Светланы Иосифовны вам пригодятся. Напоминаю, что канал «Сад без секретов» вы можете найти не только на платформе YouTube, а также на сайте rutube.ru и в Телеграме. Все ссылки найдете в описании под этим видео. Удачи!